МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучшие продукты. Продукты, сделанные в родной республике. Уже более 20 лет агропромышленная компания «Мавр» ежедневно превращает самое свежее экологически чистое мясо из хакассии в наши любимые колбасы, деликатесы, тушенку и полуфабрикаты. Идеальное сочетание отборного мяса, специй и многолетнего опыта – вот и весь секрет нашего успеха. Мы на «Мавре» с любовью создаем лучшие мясные продукты, кормим страну, которую любим. В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта. Есть вкусно. Я люблю жизнь. Люблю движение. Мне нравится узнавать все новое. Мы без ума от ярких красок и сочных вкусов. Снежный городок. Каждый найдет мороженое на свой вкус. Приобретай стройность вместе с фитнес-клубом «Энерджи». Лермонтова 20. Всем привет. Это снова программа «Муж на кухне». Передача, в которой мы готовим простые, доступные, а главное – очень вкусные блюда. Друзья, вот я каждую передачу уже много лет говорю. Простые, доступные и вкусные. Ну, а что на самом деле мы с вами вкладываем в эти три слова? Ну, простые – это, конечно же, имеется в виду технология приготовления, чтобы и времени много не занимало, но и чтобы слишком не запариваться на кухне. Вкусные – здесь все понятно. Любая еда должна быть, обязана быть вкусной. А вот доступные здесь, в общем-то, и тоже все понятно, но я бы хотел сегодняшнюю передачу посвятить именно этому понятию. Доступные – значит, недорогие, чтобы каждый из вас мог пойти в любой магазин, найти точно такие же продукты по доступной цене, приобрести их и дома воспроизвести сегодняшние два рецепта. Поехали! Сегодня у нас с вами будет домашняя кухня. Два великолепных и простых рецепта. Это запеченный картофель с грибами в сметанном суфле. И еще у нас, поскольку спонсор нашей передачи, наш родной, местный производитель – мавр. Поэтому будет специально от нашего спонсора короткий, быстрый рецепт, который смогут воспроизвести даже дети. Так что смотрите внимательно. Давайте начнем. Итак, мы начнем с картошки. Вот, собственно, картофель. Он уже отварной. В мундире я его почистил. Неприглядный вид, естественно. То есть такой рецепт вам поможет в утилизации вот этого уже залежалого картофеля, который уже мелкий, весь крупный. Вы, понятное дело, выбрали. Что делать с этим, я вам, собственно, и хочу показать. Но если уже у вас появилась возможность купить молодой картофель, ну и вообще-то скоро он уже пойдет, где-то к концу июня, то, собственно, молодой картофель, конечно, тоже можно так приготовить. Так что запоминайте, рецепт очень интересный. Для него нам потребуется еще, помимо всего прочего, грибы-шампиньоны. Не проблема. Достать их много не нужно. Здесь, по-моему, грамм 200 всего. Немножко лука. Специи любые, друзья. Вот хоть и я и называю вот такие специи смеси, смеси-специи с сеном, да, поскольку там уже они все друг другом пропахли, и, в общем-то, никакого уже акцента трав нет, никакая из них ни ярко, ни выраженная. Но для картофеля вот здесь уже не важно. Здесь просто важен любой набор специй. Для мяса, для картофеля, опять же, для рыбы. В общем, все равно. Также нам потребуется сметана, яйца, ну и вот такой продукт от компании Маур, который называется сало, который сделал мой отец. Фантастическая вещь, на самом деле. Смотрите, какая аппетитная штука. Его, конечно, он уже готов к употреблению, но я сделаю вещь кощунственную, наверное, сейчас. Я его все-таки буду использовать в тепловой обработке, но мне понадобится совсем немножко. Вот так вот, даже вместе с этими специями я его нарежу. Вместе с этим чесночком, перчиком. Ароматнейшая штука, я вам скажу. Вот, мне много не нужно. Я это порежу. Это нужно мне больше всего даже для аромата, чем для какого-то количества. Так, сальцо вот сюда будем перекладывать. Согласитесь, название, да, какое? Душевное сало, которое сделал мой отец. Маркетологам привет, молодцы, ребята. Также мы возьмем шампиньончики, а их мы нарежем, ну, вот так вот, произвольно, какими-то ломтиками. Шампиньоны, конечно, продают у нас много разных вариантов, но мне, мне нравятся саиногорские, правда. Вот, ребята, вам уважение, кто производитель. Это самый ароматный шампиньон. Бывает, джаришь, они не пахнут грибами, как мыло, а эти и пахнут, и хрустящие получаются. В общем, все как надо. Лучок. Репчатый. Тоже произвольно нарежем. Вот этот картофель запеченный, он практически такое деревенское, можно сказать, блюдо. И немножко чесночка, конечно, для, так скажем, для придания боевого духа блюду. Мы возьмем пару зубчиков, в принципе, и этого будет достаточно. Теперь вот эту всю прелесть, согласитесь, все вместе, это прекрасный ансамбль, да, все это вместе нам нужно обжарить. Давайте это сделаем. Здесь у меня уже разогревается сковородочка. Сильно не нужно раскалять масло. Да, масло немножечко здесь у меня есть, растительное, обычное. Раскалять не нужно, потому что вот эти продукты нужно нагревать постепенно. Если, конечно, вы не хотите сделать шкварки. А вот я не хочу сейчас. Я хочу просто их хорошо прогреть, чтобы они активизировали свои великолепные ароматы. И отдали их моему сегодняшнему блюду. Ну, а здесь я потихонечку буду нарезать картофель очень мелко. Не нужно вот такие кубики средние. Он такой сейчас некрасивый. Я вам обещаю, что мы хорошенько его причешем потом. Он будет просто изумительный, обаятельный и привлекательный. Итак, вот у нас сальцо, грибочки и лучок начинают поджариваться. Это, в общем-то, все, что от них требуется на данный момент. Я переложу их вот так лопаткой, чтобы осталось вот это ароматное масло в сковородке, на котором я обжарю картошку, прямо на этом же. Но только единственное, что я добавлю еще немножко сливочного масла. Сливочного масла не жалейте. Разогревать его тоже не нужно. У него температура плавления достаточно низкая, и оно очень может быстро сгореть. Поэтому, даже не дожидаясь, когда оно полностью растопится, я выкладываю картофель. Картофель холодный. Он остудил температуру в сковороде, и сейчас помешивать не нужно. Нужно дождаться, когда температура в сковородке снова повысится. Вот она слегка начинает нагреваться. Картофель, собственно, здесь для чего мы его обжариваем? Чтобы он у нас в суфле там не раскис. И нам нужно придать ему, как я говорил, уже привлекательный вид. А делать это мы будем с помощью приправы, про которую я говорил, что, ребят, вообще не важно, не принципиально какая это приправа. Главное, чтобы это был не рыбий корм. Все остальное не важно. Уверен, что у каждого на кухне есть завалявшийся какой-нибудь пакетик с какими-нибудь приправами. Видите, они и придают аромат, и цвет картофелю привлекательный. И сейчас просто-напросто мы его вот с этими приправами прогреем. Вот, друзья, смотрите, вот чуть-чуть вот так обжарили, больше не надо. А то картофель просто напрочь раскиснет. Отставим его в сторонку. Выключаем плиту. Предлагаю ненадолго прерваться. Технологически нужно сделать паузу. Потом обязательно возвращайтесь, и мы продолжим готовить. Не забывать, что еще впереди рецепт от Мавра. Лучшие продукты – продукты, сделанные в родной республике. Уже более 20 лет агропромышленная компания «Мавр» ежедневно превращает самое свежее, экологически чистое мясо из Хакассии в наши любимые колбасы, деликатесы, тушенку и полуфабрикаты. Идеальное сочетание отборного мяса, специй и многолетнего опыта – вот и весь секрет нашего успеха. Мы на Мавре с любовью создаем лучшие мясные продукты, кормим страну, которую любим. В нашей семье все любят готовить. Папа – главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта – есть вкусно. Я люблю жизнь, люблю движение. Мне нравится узнавать все новое. Мы без ума от ярких красок и сочных вкусов. Снежный городок. Каждый найдет мороженое на свой вкус. Приобретай стройность вместе с фитнес-клубом «Энерджи». Лермонтова 20. Прекрасно, что вы остаетесь с нами. Мы продолжаем делать картофель запеченный. Даже картофель такой по-деревенски запеченный в суфле. Ну а суфле, насколько вы наверняка знаете, что суфле – это прежде всего яйца. Яйца тоже недорогой продукт, в общем-то. Нам нужно отделить белки от желтков. Но я, тем не менее, все равно разбиваю их в одну миску. И теперь смотрите, что я делаю. Я беру вот так. Желток рукой. И все, он прекрасно отделился. Желтки нам сегодня тоже понадобятся, а для суфле у нас пойдет только белок. Нам потребуется 4 яйца. Самое главное, друзья, еще, что касается яиц, то вот для запекания картофеля, в принципе, яйца подойдут любые куриные яйца. А вот для дальнейшего блюда яйца должны быть идеально свежими. Хотя, конечно, они в любом случае должны быть свежие, но тем не менее, вот для другого блюда они должны быть наисвежайшие. И яйца предварительно нужно, конечно же, помыть. Теперь белки нужно хорошо подсолить. И мы начинаем их взбивать. Взбить, друзья, нужно хорошо. Такую устойчивую пену до твердых пиков, как говорится. Вот до такого состояния. То есть успех суфле во многом зависит от степени взбивания белков. И теперь, друзья, в суфле часто добавляют сливки какие-нибудь жирненькие, да, молоко. А я решил добавить сметанку. Ну, поскольку все логично. Картофель, сальцо, грибочки и сметанка, по-моему, это все настолько логично и настолько ласкает слух, что, в принципе, я думаю, что ни у кого нет никаких возражений. Положили 3 ложечки сметаны. И теперь уже я просто аккуратненько белки перемешаю со сметаной. Так, чтобы они остались насыщены кислородом. Чтобы суфле получилось пышным. Ну, думаю, что можно и еще. Здесь у меня 500-граммовая баночка. Прекрасные сметаны ароматные. Белки у нас подсолены были, вы же помните. И вот, вот видите, видно, что еще там есть пузырьки. Теперь мы поступаем следующим образом. Беру вот такую форму для запекания. Выкладываю вниз картофель. Согласитесь, вот все просто, да, никаких вообще проблем. И продукты все элементарные. И технология понятна. И даже, я бы сказал, приятна. Потому что наверняка не найдется сейчас ни одного человека, кто смотрит телевизор, кто бы сказал, фу, какую мерзость ты делаешь, Максим. Теперь я беру вот эту красоту и раскладываю сверху грибы, сало, которое сделал мой отец, лучок. Все это у нас обжарено. Чесночка немножко. Как я всегда говорю, что если ничего невкусного не добавлять, то обязательно получится вкусно. Вот это как раз тот самый случай. Теперь мы берем суфле на сметане, поливаем, разравниваем, чтобы оно пропиталось туда внутрь ушло. Оно будет такое нежное, но если вы любите поплотнее, то можно добавить пару столовых ложек муки, конечно. Тогда оно будет более такое устойчивое. Но понимаете, в чем дело? Мне важно, чтобы картофель, он твердый, да, но и вот чтобы вот его обволакивала такая какая-то нежная масса. А сверху, по своему обычаю, я беру любимый свой сыр, который называется моцарелла. Тоже вполне очень доступный. Очень я рад, что у нас в Устебакане научились делать прекрасную моцареллу. Это прям такое вот, такое импортозамещение, что вот просто, ну я не знаю, на 10 баллов просто нарывают кусочками. Моцарелла растает и даст нам чудесную корочку. И, разумеется, вкус. Очень хорошо будет сработать сметаной, со сметаной. Есть что-то у них общее. И то, и другой кисломолочный продукт. И все это, друзья, с картофелем, с салом и с грибами. Что может быть прекраснее? Итак, друзья, я убираю вот это все в духовочку. Температура там не сильно высокая, 180 градусов. Нужно, чтобы суфле пропеклось, я думаю, минут на 40. Но у нас сейчас с вами пришло время быстрого рецепта от компании Мавр. Смотрим. Лучшие продукты. Продукты, сделанные в родной республике. Уже более 20 лет агропромышленная компания Мавр ежедневно превращает самое свежее, экологически чистое мясо из Хакассии в наши любимые колбасы, деликатесы, тушенку и полуфабрикаты. Идеальное сочетание отборного мяса, специй и многолетнего опыта. Вот и весь секрет нашего успеха. Мы на Мавре с любовью создаем лучшие мясные продукты, кормим страну, которую любим. Для приготовления пасты с охотничьими колбасками и соусом карбонара нам понадобится колбаски охотничьи мавр, 4 желтка, макароны-спиральки или как их называют в Италии фузилли, половинка репчатого лука и 3 зубчика чеснока, сушеный орегано и немного кедровых орешков. Также потребуется несколько стеблей зеленого лука. Время приготовления данного блюда около 8 минут именно столько варятся макароны. Засыпаем их в кипящую подсоленную воду, перемешиваем и оставляем вариться. Охотничьи колбаски нарезаем наискосок тонкими ломтиками. Лук шинкуем мелким кубиком. Чеснок измельчаем, также можно пропустить его через пресс. В желтки добавляем черного молотого перца, это отличное вкусовое сочетание. Взбиваем венчиком до однородной массы, это и есть основа соуса карбонара. На разогретое растительное масло выкладываем охотничьи колбаски, лук, чеснок и кедровые орешки. Обжариваем на сильном огне, постоянно помешивая. Нужно, чтобы орешки и колбаски поджарились, а лук стал мягким. Посыпаем орегано, не жалейте его, это главное итальянское приправа. Обжариваем еще минуты 3. С макарон сливаем воду и высыпаем их к остальным продуктам. Перемешиваем и даем выпариться лишней жидкости. Аккуратно вливаем желтки с перцем и очень быстро перемешиваем. Когда желтки заварятся и получится соус карбонара. Блюдо готово, можно его подавать с зеленым луком. На все ушло у нас 8 минут. Рекомендую показать этот рецепт детям. Он хорош тем, что прост в приготовлении и они сами смогут накормить себя обедом или ужином. Лучшие продукты продукты, сделанные в родной республике. Уже более 20 лет агропромышленная компания Мавр ежедневно превращает самое свежее экологически чистое мясо из Хакассии в наши любимые колбасы, деликатесы, тушенку и полуфабрикаты. Идеальное сочетание отборного мяса, специй и многолетнего опыта. Вот и весь секрет нашего успеха. Мы на Мавре с любовью создаем лучшие мясные продукты, кормим страну, которую любим. В нашей семье все любят готовить. Папа главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта. Есть вкусно. Я люблю жизнь. Люблю движение. Мне нравится узнавать все новое. Мы без ума от ярких красок и сочных вкусов. Снежный городок. Каждый найдет мороженое на свой вкус. Приобретай стройность вместе с фитнес-клубом «Энерджи». Лермонтова 20. Друзья, я очень надеюсь, что наша новая рубрика «Экспресс-рецепт от Мавра» вам понравилась. Теперь в каждой передаче будет такой коротенький, быстрый рецепт, без лишних слов. Вы знаете, что я много говорю. Здесь без лишних слов можно быстренько запомнить простейший какой-нибудь и очень вкусный рецепт. Ну, а мы возвращаемся к теме нашей сегодняшней передачи. У нас сегодня такая вот запеканка, запеченный картофель по-деревенски в сметанном суфле. Давайте посмотрим, что получилось. Ну, во-первых, даже не добавляя муки, смотрите, как затвердели белки со сметаной. Сверху сыр моцарелла дал прекрасную корочку. Сейчас мы нарушим это великолепие и посмотрим, что у него внутри. А внутри все не менее прекрасно, как и снаружи. Прекрасный рассыпчатый картофель, нежнейшее суфле, суфле, ароматные грибочки и немножко чудесного сала, которое сделал мой отец. Друзья, ну, вот, мне кажется, нет ничего проще. Нет, в принципе, ничего доступнее. Думаю, что каждый из вас сможет повторить такой рецепт у себя дома и приобрести эти все продукты в ближайшем от дома магазине. А я хочу сказать, что мне очень приятно, что вы смотрите нашу передачу и тем более приятно, если она приносит вам какую-то пользу. Но если вы сейчас чего-то не запомнили, то сегодня вечером на канале Россия 24 наша передача обязательно повторится. Это произойдет в 19.00. Но есть вариант более доступный и, на мой взгляд, не менее удобный. Это социальные сети в интернете. В каждой из них есть официальная группа нашей передачи. Она так и называется «Муж на кухне». Где бы вы ни находились, где бы вы, так скажем, не пользовались какой-то сетью в ВКонтакте, в Одноклассниках, и даже на Фейсбуке, и даже в Инстаграме, заходите, присоединяйтесь в группе «Муж на кухне». Там вы найдете рецепты из наших прошлых передач. Там есть пошаговые рецепты, расписанные прям вот дословно-дословно. Разумеется, там все выпуски передачи «Муж на кухне» тоже находятся, так что добро пожаловать, тем более, что два вдвойне приятно, что мы с вами там можем вполне свободно общаться и можем начать делать это прямо сейчас после завершения нашей передачи. Я с вами прощаюсь, до следующей субботы. Пока. Лучшие продукты – продукты, сделанные в родной республике. Уже более 20 лет агропромышленная компания «Мавр» ежедневно превращает самое свежее экологически чистое мясо из Хакассии в наши любимые колбасы, деликатесы, тушенку и полуфабрикаты. Идеальное сочетание отборного мяса, специй и многолетнего опыта. Вот и весь секрет нашего успеха. Мы на «Мавре» с любовью создаем лучшие мясные продукты, кормим страну, которую любим. В нашей семье все любят готовить. Папа – главный по салатикам. Всем понравится. Мама готовит рыбку. Будет вкусно. Старший брат любит всех удивлять. Пальчики оближешь. Янта. Есть вкусно. Я люблю жизнь. Люблю движение. Мне нравится узнавать все новое. Мы без ума от ярких красок и сочных вкусов. Снежный городок. Каждый найдет мороженое на свой вкус. Приобретай стройность вместе с фитнес-клубом «Энерджи». Лермонтова 20 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова